Рынок недвижимости Италии, к счастью, предлагает очень большой выбор регионов. Это могут быть как центральные крупные города, так и приморская недвижимость. Что касается гор, Италия – это тот регион, который пересекает хребет Альпийских гор. Поэтому есть районы, которые более сейсмически опасны. Городостроительное законодательство именно в районах сейсмически опасных еще более жесткое, чем на равнинах. Все новые дома строятся с учетом именно сейсмической опасности региона. Здесь речь идет именно о гибких структурах дома, о фундаментах, которые подвержены подземным колебаниям. Поэтому в данном случае это все тоже достаточно безопасно. Но Италия – это не только горы. Это прекрасное море, это города, это холмы, это равнины Тосканы. Рынок в целом, в настоящий момент, он достаточно стабилен. Статистика Италии наблюдает, в общем-то, начало роста спроса на недвижимость. На практике моей работы, работы нашей компании, у нас есть достаточно хороший поток запросов со стороны наших российских покупателей. Это Лигурийское побережье Италии. Это достаточно дорогостоящие, престижные курорты, которые потом граничивают с лазурным берегом Франции. Это центральные города, такие как Милан, которые всегда являются инвестиционно привлекательными, всегда являются ликвидными с точки зрения капиталовложений. И это озера. Ценовой диапазон достаточно различный. Есть как объекты по такой среднедоступной цене, так и объекты, конечно же, элитной, престижной недвижимости, цена которых, в общем-то, считается несколькими миллионами евро. Что нужно учитывать все-таки нашим гражданам, что рентный доход в Италии и в Европе в целом, он не настолько высок, как, может быть, они привлекли в России. Доходность в Италии в процентах от 4 до 5,5% в среднем. Бывают объекты более ликвидные, объекты менее ликвидные. Наверное, объекты коммерческой недвижимости, которые, скажем так, по степени доходности всегда более высоки. Но тут нужно иметь в виду, что само капиталовложение при покупке этих объектов, оно уже, безусловно, более высокое, чем при покупке, например, квартиры. Собственнику достаточно обратиться в любое локальное агентство недвижимости, которое подберет ему арендатора, проверит, так сказать, его платежеспособность, есть определенные механизмы. Далее нашему собственнику не остается ничего другого, как получать каждый месяц на свой банковский счет. Стоимость аренды. У нас все существуют профессионалы. Когда мои клиенты приобретают недвижимость именно для дальнейшего сдачи в аренду, то все вот эти хлопоты с организацией посредника на месте, проверкой документов, проверкой договора, беру на себя я. Зачастую, не беря за это никакой дополнительной платы, потому что наш клиент уже оплатил нам услуги по подбору и покупке недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова